Торнадо Энерджи! Одна команда защищает береговые орудия, вторая команда пытается их уничтожить, продвигается по секторам и все это на технике восьмого уровня. Классный режим, можно неплохо пофармить. Итак, ребят, в 2020 году, в первой половине 2020 года он вернется. Вторую половину, как говорят разработчики, заберет на себя еще один новый, но уже полюбившийся многим режим, это Стальной Охотник. Кто его застал в конце лета 2019 года, тот помнит, да? Режим Battleground, каждый сам за себя, королевская битва. Вы высаживаетесь и ваша задача прокачать свой танк из слабенькой, но опасной машины в супер-пупер нагибатора, при этом путь прокачки вы выбираете самостоятельно, да? Во что вы хотите влить? В скорость, в барабан, в дамаг, в альфу, там, в пробитие. Что вам важнее, да? Так вот, ребят, все это возвращается не просто так, а еще и с ценными наградами. Первая ценная награда это американский тяжелый танк 9 уровня, АЕ фаза 1. Он сейчас у вас на экранах, в принципе, его можно уже было получить в битве блогеров в 2019... О, в битве блогеров, я уже все, у меня битва блогеров головного мозга, я понял. В режиме линия фронта 2019 года. Так что, ребят, кто его уже получил, я вас поздравляю, для вас будет еще две машины, которые вы в течение 2020 года сможете получить. Во-первых, это будет машина Char Futur 4. Это французский, ребят, средний танк с барабаном на 4 снаряда, с очень хорошей мобильностью. Французский средний танк, наверное, стоил, сказать, 9 уровня. Его небольшие размеры корпуса и башни делают из Char Futur 4 трудную мишень. Ну, он действительно такой заниженный. А его орудие отличает высокий разовый урон. Этот танк также оснащается встроенным бесплатным большим ремкомплектом. Так же, как и на фазе 1, на французском СТ будет по умолчанию один слот занимать большой ремкомплект. Его нельзя будет снять. Но и его использование не будет заставлять вас тратить 20 тысяч кредитов каждый бой на покупку нового большого ремкомплекта. Кроме того, он ускоряет починку всех модулей, если кто-то вдруг не знал. И увеличивает их прочность, по-моему, на 10%. Но это не точно. Можете уточнить. Второй танк, который вы сможете получить, это будет советский тяжелый танк 9 уровня. Объект 777, вариант 2. Ребят, да, к сожалению, никто из нас не угадал. И Объект 777, вариант 2, таким образом, просто-напросто выбивает. Выбивает из возможных лотов на черном рынке. Хоть и все пасхалки разработчиков в видосе говорили о том, что это может быть этот танк. Нет, нифига. Каюсь, мы не угадали. Но, в конце концов, это была неточная информация. Мы гадали, поэтому гадали-гадали, но не угадали. Но теперь мы точно знаем, что этот танк будет наградой за режимы Стальной Охотник и Линия Фронта. Новый советский тяжелый танк с низким силуэтом. Я вам про него уже неоднократно рассказывал. Вы можете найти видео у меня на канале, которое может похвастаться высоким разовым уроном. У него альфа 440. Хорошей мобильностью. Там 14 лошадиных сил на 1 тонну веса. Ее скорость, по-моему, в 45 км в час. Достойным лобовым бронированием башни. У него башня действительно крепкая, как у 62-ки плюс-минус. Правда, там, ну и лючки не сильно выступают, как у 140-го, наверное. И приятным бонусом машины станет встроенный большой ремкомплект. Да-да-да, точно так же. Все три танка будут обладать встроенным большим ремкомплектом. И вам не придется на них тратиться. Кроме того, разработчики уже в линии фронта упрощают получение необходимых жетонов для покупки этих танков. Каждый танк будет стоить 12 жетонов. И если вы будете всю линию фронта играть и весь стальной охотник, вы наберете 24 жетона. То есть сможете выбрать два любых танка. Если фаза 1 у вас уже есть, у вас вообще выбора не остается. Вы забираете все три танка. То есть и Чар Футур, и объект 777 вариант 2. А фаза уже у вас был. Как теперь получать очки за эти этапы? Если раньше нужно было очки доблести получать на линии фронта за каждый 30-й уровень, теперь уровней станет 15 вместо 30. А очки вы будете получать за каждые 5. То есть 5, 10 и 15 уровень будут приносить вам в каждом этапе по одному очку. Итого за один этап можно набрать 3 очка. Всего будет 4 этапа линии фронта, итого 12 очков. И 4 этапа стального охотника, итого точно так же 12 очков. При этом эти очки суммируются. То есть вы можете набрать в двух этапах 6 очков, например, в линии фронта. И 6 очков в стальном охотнике. Таким образом вы заработаете 12 очков и сможете взять один танк. Внимание! Очень важное заявление. Если один из этапов вы пропустили в стальном охотнике или в линии фронта, хоть они и существенно упростились, но если вы пропустили, очки за эти этапы вы уже никак получить не сможете. То есть когда будут эти режимы включаться, об этом будет, ну, рассказано в минимум на моем канале и на официальном портале Wargaming. Кстати, посмотрите, контуры не обводятся, это тупо баг реплея, не обращайте внимания. Поэтому если пропустите хотя бы один этап, 24 очка вы уже точно не наберете и 2 танка взять не сможете. Но при этом, ну, поиграв немного в линию фронта или немного в стального охотника, вы сможете, я думаю, без проблем 12 жетонов уж точно, 12 очков, само собой, нафармить и таким образом получить хотя бы одну машину. Если вы не накопите на обе машины, я крайне рекомендую брать все-таки Объект 777 вариант 2. В конечном итоге это все-таки тяжелый танк, и, ну, на тяжелом танке играть гораздо проще, чем на картонном СТ. Это было мое мнение. Вроде бы все, что хотел рассказать. У вас, наверное, в голове есть мысль, а когда будет уже, наконец, старт этой линии фронта, ребят? Ну, разработчики говорят, что там еще не все готово, и ждите в первую половину 2020 года. Будут отдельно они об этом, ну, новости выпускать, и уже подробнее будут рассказывать, как там нужно будет играть, потому что они там хотят немножечко ребаланс сделать, то есть вы сможете возрождаться не там, где вы на какой линии атаки находитесь, а там, где вам хочется. То есть вы будут специальные респауны. На этом, пожалуй, остановлюсь. Высказывайте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.